МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша". Слышали такое выражение? Сегодня будем об этом говорить не в переносном, а в прямом смысле. Я Илья Рыков, это программа «Работа над ошибками», и сегодня говорим про крышу. Вот данная кровля, вот налицо мансардный этаж, видите, в 90-х годах. И вот стоп, сейчас стоп, вот, хорошо видно. Вот здесь есть два стыка, здесь сделали мансардный этаж. Один стык, второй, и нету вентиляционного зазора, вообще никакого. А вентиляционный зазор очень нужен, он нужен для того, чтобы подкровельное пространство продувалось, и там не скапливался конденсат, и дерево не гнило. А здесь его нет. Ну, вот так получилось. Более того, есть еще одна очень распространенная ошибка. Вот, стоп, о, вот, стоп, хорошо. Очень распространенная ошибка. Есть так называемый двойной фальц, а есть одинарный. В чем разница? Покажу на пальцах. Когда на крыше делается одинарный фальц, это выглядит вот так. Вот так. Вот здесь один лист, здесь второй, а вот так вот фальц. Ребро фальц, одинарный. А если мы говорим про двойной фальц, то это вот то же самое, только еще раз загнуть. Понимаете разницу? Еще раз. Так вот, здесь сделали просто так, чпук, и все. В чем проблема? А проблема в том, что когда здесь будет лежать снег, а снег там будет лежать, потому что уклон кровли не очень большой, весной при теплом солнышке все это начнет немножко подтаивать. И вот эта вот масса снега и воды, а вода, она же обладает капиллярным свойством, все это затечет в этот одинарный фальц, и туда дальше к вам, в квартирку. Зонтик открываете, сидите, очень хорошо. Еще одна ошибка о кровле, фальце. Бывают такие ситуации, когда один лист соединяется с другим листом. И вот в этом месте тоже должно быть соединение. Оно называется лежачий фальц. То есть если вот этот у нас был стоячий, вертикальный, то лежачий это то же самое, только лежа. А вот здесь этого лежачего фальца нету. Один лист положили сверху другого и замазали в лучшем случае герметиком. А в худшем, я даже не буду говорить чем, тем, что не работает как гидроизоляция. Вот. Вот тот самый случай. Едем дальше. Вот чем мне нравится фальцевая кровля и почему я ее считаю лучшей? Дело в том, что фальцевая кровля укладывается на крышу без единого гвоздя. То есть ни один гвоздь или шуруп не должен проходить сквозь эту поверхность. В этом смысл. А когда это происходит, когда так делают, это брак. То есть всю суть вы свели к нулю, все усилия. Вот. Смотрите, вся истыкана гвоздями. А здесь, пожалуйста, вот они. Гвоздики-то вот. Но это еще не все. Смотрим дальше. Вот стоп. Но это вообще вопиющий момент. Вот эти вот перила, так называемые перила, они, конечно, нужны. Но попрошу обратить внимание, господа присяжные заседатели, они просто прибиты гвоздями к дереву через крышу. Почему я люблю фальцевую кровлю? Потому что она лучшая. А лучше, потому что в ней нет дырок. Вот идеальная картина мироздания. Фальцевая кровля в разрезе. Что мы имеем? Вот эти картины, так называемые, да, это листы со специальными профилями. Они проходят от свеса до конька. Единым полотном, единым. Здесь нету никаких стыков. Соответственно, нет ни ржавчины, нет ни протечек, ничего нет. И вот эти картины располагаются от одного края крыши до другого. Как мы уже говорили ранее, скрепляются они между собой с помощью двойного фальца. Вы спросите меня, а каким же образом эта крыша удерживается на доме? А я вам расскажу. Окрепится это очень интересным способом. Смотрим. Вот это называется клямер. Это такой лепесточек, вот именно он прикручивается к деревянной обрешетке. Вот этот клямер попадает между двух картин. Вот здесь. И вместе с ними вот так вот загибается. Получается, что крышу держат вот эти лепестки, которые установлены через каждые там 20-25 сантиметров. И все. В крыше действительно нет ни одного отверстия. Кстати говоря, для большей уверенности, чтобы, ну, вообще никогда ничего не могло протечь, ну, или в том случае, когда уклон у крыши не сильно большой, можно сюда уложить специальный герметик и вместе с ним сделать фальц. Все. Проблемы нет. Такая крыша простоит лет да кто его знает, сколько. Много. Между прочим, в Стокгольме все кровли сделаны таким образом. И это не зависит от формы вашей крыши, потому что с помощью фальца можно сделать и полукруглую, и круглую сферу, лишь бы была хорошая квалификация у вашего кровельщика. Поговорим немного о трубах металлических, которые могут проходить сквозь кровлю. Вот для металлической кровли вот такое соединение очень сложное, потому что, казалось бы, нет специальных элементов для прохождения трубы, и надо их придумывать самостоятельно. И вот тут народ очень гораст на выдумки. Мне вот прям вот этот сюжет очень понравился. Вот смотрите, что сейчас будет. Что я навыдумывал? Вот эту штуку я условно назвал аквастопом. Это фрагмент. Вот у меня есть еще одна такая деталька, поэтому смотрим на нее внимательно. У нас получилась такая некая стенка. Вот так, надо лучше смотреть. Получилась некая стенка, препятствующая ходу воды. То есть закрепляем железяку, вот этот аквастоп наш, вода идет, 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 набирается до этого уровня и просто стекает слева-вправо. Значит, тут Кулибин придумал следующее. Он придумал вот такую вот штуку. Это вот такой элемент. Он его выгнул, он заморочился пассатижами, плоскогубля. Я не знаю, как он это делал, но он, в общем, сделал вот такую загогулину. А знаете, для чего? Никогда не догадайтесь. Чтобы построить вот такой мост вокруг трубы. И вот этот элемент, он установлен вот здесь. Он как бы создает такую плотину, и вода переливается. Вот здесь переливается по его замыслу. И тогда она не попадет сюда. То есть он вообще никаким образом не заизолировал примыкание. Он построил мост с плотиной на крыше. И после этого он сейчас будет это испытывать. Это вообще хохма. Силикон, который вот на этом вот шву уже, наверное, подхватился. Поэтому сейчас посмотрим, как будет расходиться вода по волне. Волна наполняется, наполняется. У него здесь скапливается озеро. Видите? Всем видно? Вам видно? Вам видно? Всем видно? О, пожалуйста. И вот сейчас оно должно начать переливаться. Та-дам! Ну! 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 Есть! Переливается! Работает! Вы понимаете, какой это идиотизм? Это же на уровне психиатрической больницы. У меня один вопрос. А если это все нахрен замерзнет на крыше зимой? И этот человек на это, знаете, что отвечает? А не хай буде. Ну, будет там лед. Ну и что? Вот и весь сказ. Этот человек пошел еще дальше. Он взял асбестовый шнур, вывозил его в каком-то цементно-растворе и решил обмотать трубу. Смотрим. Туда шнур кинули. Перемешали все. Он полежал у нас, напитался. И все. И полезли на крышу. Это мы на крыше делали сейчас вот тут. Сейчас вот лезем. И вот на крыше он этим шнуром, который он вывозил вот в этом растворе, обмотал место стыковки кровли и трубы. Нравится? Изнутри, из-под крыши у нас асбест намотанный и снаружи. Выглядит, конечно, не совсем красиво, но для железной трубы, которая нагревается, как бы одно из решений. Одевают еще различные ведра, всякую этот, ну вот такой момент. То есть тут выбор не ограниченный для таких труб, потому что они нагреваются, и резиновые всякие проходки, они, короче, сгорят тут просто-напросто. А ведь в 21 веке живем, дорогие друзья, все же уже придумано давно. Не знали? Скоро узнаете, никуда не переключайтесь. Я слежу за вами. Так вот, о чем этот разговор? О том, что все давным-давно уже придумано. И несмотря на то, что многие изобретатели пытаются изобретать какие-то свои новые конструкции, делать это абсолютно не нужно. Что предлагает современная реальность? А предлагает она вот такой вот колпак. Специальный колпак. Резина, которая, между прочим, термоустойчива, она не боится нагреваний. Она просто надевается на трубу, как, ну, ну, вы знаете. И все. Вот смотрите. Тут у нее такая резинка специальная идет. огнеупорная она. Так что ничего с ней не будет. Так и кранчик, он гнется под любую кровлю абсолютно, даже на шифер. Вот, под него промазывается силиконом, вот этим. Ну, знаете, если у вас здесь будет стык, вот так, как здесь, лист на лист, и он будет попадать у вас на трубу, да, здесь, то под него надо подмазывать тоже. Обязательно под него промажьте, потому что через него будет вода тут наполняться, и под него будет заливаться туда. Чтобы этого не было, сразу промажьте, как я сделал. Вот и все. Это маленький вам совет. Называется мастер-флэш, эта штука. Стоит где-то полторы, ну, две тысячи максимум. Вот этот колпак одевается на трубу, промазывается герметиком и фиксируется. А благодаря тому, что вот эта юбка, она эластичная, вот эта вот, она эластичная, она будет хорошо примыкать к любой поверхности. Все. Все придумано. Видите, лист гнется по кровле. Не жалейте силикона, для того, чтобы потом вам не надо было подмазывать, лазить. И вы здесь тоже сделаете под вот этой резиночкой, тоже промажьте где-то труба, потому что там тоже иногда бывает на стыке. вы не смотрите на то, что я вот так вот с шутками и прибаутками все это рассказываю. Я же для вас стараюсь, потому что если я буду говорить все это серьезно и говорить о том, как все это страшно, вы же расплачетесь и поймете, что ваш дом не очень. А с шутками вроде как веселее, ничего страшного. Вот так вот мы сегодня и рассказали о металлической фальцевой кровле. Это была программа «Работа над ошибками». Я ее ведущий Илья Рыков. Работа сделана.